Миша Лавров Привет, привет всем! Привет! Привет! Я Миша. Меня недавно подруга позвала на день рождения. Говорит, приходи на день рождения, только у меня будет тематическое мероприятие в стиле сериала «Эйфория». Я думаю, а как я могу прийти на день рождения в стиле сериала «Эйфория» с лицом в стиле сериала «Великолепный век»? Мне 31 год, а я недавно понял, что я работаю, чтобы оплачивать дополнительный дискомфорт своей жизни. Я недавно поставил себе брекеты. У меня вообще сейчас много знакомых ходят с брекетами, я думал, что к ним поменялось уже отношение, но недавно знакомая увидела и такая говорит, «О, всё понятно, поставил себе забор от кунилингуса». То есть, по-твоему, я прихожу в стоматологию такой, «Остановите это! Скрепите проволокой!» Я не закончу! Чё-то я, когда девушку с брекетой видел, ни разу не думал, «О, в этот капкан мы не полезем!» Ещё одного дискомфорта я недавно придумал. Снимаю квартиру в Москве, ищу квартиру. А кто живёт в съёмной? Похлопайте. Я вам завидую, как вы вообще это делаете, это там ходить что-то, общаться, договариваться, смотреть. Я не умею вообще. Мне коллега на работе говорит, «Ты неправильно квартиру ищешь, квартиру надо искать как женщину». Ну, я что-то там на ЦАНе написал кому-то, «Привет, спишь?» Пока не работает. Мне ещё переезды не нравятся, потому что это надо постоянно все свои вещи перевозить. Я что-то забываю каждый раз. Я как-то переезжал с квартиры, а мне друзья до этого на день рождения подарили резиновую вагину. Я её оставил, потом звонил хозяин, и мы говорили про неё, как про Валандеморта. Когда ты говоришь о чём-то, не называя это, он такой, «Михаил, а вы не могли ничего забыть?» Я говорю, «Чтоб я мог забыть, Константин?» Он говорит, «Может, что-то в шкафу?» Я не нашёл ничего лучше, чем сказать ему, «Спасибо, это вам!» Я недавно совершил ошибку, которую может только сделать 30-летний человек. Я пошёл на свидание утром. Никому не советую. Я думал, что это будет круто, как в соцсетях, там кофе, круассаны. Не, мы просто пришли оба, пухши, она с пучком, просто стоим, два Олега Монгола, доползли так. Мне кажется, она вообще не собиралась. Она такая, «Да пофиг, просто дезиком в трусы пшикну». Чтобы вы примерно понимали настроение свидания, я говорю, «Как ты доехал?» Она говорит, «Да я это, там, короче, отъебись». Я понял, что мне такие свидания больше нравятся, сейчас в 30, потому что вы же друг перед другом не выпендриваетесь, уже всё как есть. Уже сидите, она говорит, «Я сейчас, дно рвёт». Всё, и ушло. Ты пока в себя приходишь, она возвращается, говорит, «Советую всем покинуть помещение». Я ещё понял, я когда собирался на свидание, я понял, насколько мы, мужики, самоуверенные вообще, потому что я собирался утром и такой, «Я беру презерватив». А потом стою и думаю, «Да кто с тобой в 9 утра трахаться будет вообще?» Я просто понял, что нам иногда помогает на свидание собираться член. Это его советы. Это он такой, «Бери презерватив и шляпу». Сучки любят крокодила Данди. «Блин, я понял, что мы вообще не так готовимся к свиданию, вы, женщины, круто готовитесь, там надеваете перед свиданием красивое бельё. Я понял, у меня нет трусов для свидания. Я понял, что я надеваю красивые трусы, когда еду к врачу. Там я выбираю вообще такой, стою что-то. Потом на приёме сидим, он говорит, «Надо эти таблетки, эти». Я такой, «А про трусики что-нибудь скажем?» Мне вообще кажется, вот так можно понять, что вы оба не готовы к сексу. Что ты приезжаешь, раздеваешься, у тебя что-то с Симпсонами. И она такая, «Я шугаринг не делаю, и ногу над плитой коптит». Да, я вообще недавно понял, что в целом всё сексуальное настроение на женщинах, ну, на свиданиях, всё от вас зависит. Потому что вам так легко наши подкаты обрубать вообще просто. Что-то здесь шумно. Да не, не шумно. Что-то здесь жарко. Да не жарко, Миша, у тебя инсульт, походу. Да, я ещё понял, что вы вообще, ну, и флирт тоже ваша тема, вы можете всё использовать вообще для флирта. Вы можете там как-то крутить трубочку сексуальную, там, облизывать ложку, есть что-то сексуальное. Мы нет. Я недавно видел, как мужик хинкали ест. Он из них душу выпивал просто. Мне кажется, с него придумали вот этот туалет в самолётах. Да, я ещё в целом понял, что когда инициатива от женщины идёт, что ты вообще, ну, не думаешь о последствиях, ты вообще всё, обо всём забываешь. Мне как-то знакомая написала, говорит, привет, я прилетела, скинул адрес, говорит, хочешь, приезжай сюда. Я приехал, а это гостиница. Я думаю, вот я и шлюшка. Блин, я вообще задумался, я вообще не понимаю, людей, которые сексом в гостиницах занимаются. Для меня это какие-то вообще самые смелые люди, потому что я со своей паранойи приехал, я думаю, они все понимают, зачем я здесь. Они все на меня смотрят, как в фильме. Консьерж, охранник, уборщица. Я в какой-то момент думал, что они объединятся, как в мюзикле, и такие, кому сегодня сядут на лицо. У меня все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Все как учили. Пришла, сама все порешала. Ни хрена ты не порешала. На ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин